Местные власти продолжают следить за торговыми точками, которые необоснованно повышают цены на продукты питания. Местные власти продолжают следить за торговыми точками, которые необоснованно повышают цены на продукты питания. Некоторые бизнесмены нашего города уже получили наказание в виде штрафа, а есть такие, на кого только пожаловались в агентстве по защите конкуренции. Николай Кровец с подробностями. В Караганде создали мобильные группы, которые отслеживают цены на товары первой необходимости. По поручению Акима Карагандинской области Боржана Абдишева проверяются оптовые точки крупных супермаркетов, небольшие магазины, а также рынки города и социальные павильоны. В социальных павильонах, в которых мы сейчас находимся, цены на продукты питания не изменились, они остались прежними. Это вы сами здесь можете убедиться. Поэтому мы проводим данный мероприятий для того, чтобы показать жителям, что цены стабильны, ажиотажа никакого нет. Все торговые объекты работают в обычном режиме. Правда, в шахтерской столице сегодня появились недобросовестные предприниматели. Это крупный магазин по продаже бытовой техники. Городской Акимат уже обратился с заявлением в агентство по защите конкуренции, которое проверит действия предпринимателя. Жители нашего города считают, что даже и в социальных павильонах города цены немного изменились. Цены в социальном магазине практически устраивают. Но по сравнению с тем, какие были цены, вот была марка «Изобилие», там были цены, конечно, более приемлемые для пенсионеров. Здесь же цены на мясные и колбасные продукты дороже стали. А повышение, вот наступив, ну как, дефолт наш, так сказать, мне кажется, он пока еще не отразился. Мобильные рабочие группы продолжают отслеживать ценовую политику в области. Это касается как мелких, так и крупных оптовых торговых точек. Николай Кровец, каратор Шитов-Бахтяру Спанов, Первый Карагандинский. Сегодня в Карагандинском государственном политехническом институте произошло большое событие. На встречу со студентами, ведущими учеными и преподавателями приехал бывший выпускник и первый министр иностранных дел нашей страны Толи Тай Сулейменов. Для чего он прибыл в свой родной город, узнал наш корреспондент. Толи Тай Сулейменов – не только бывший выпускник, но и почетный профессор Политехнического университета Шахтерской столицы. Он приехал на родную землю для того, чтобы поделиться своим мнением по поводу последнего послания президента страны к народу Казахстана, а также, чтобы рассказать о создании модели формирования нового казахстанского патриотизма. И это послание направлено непосредственно к молодому поколению, к студенчеству, к молодым рационализаторам, к молодым ученым, молодым бизнесменам. Именно они этой идеей должны сейчас воспрянуть. И она у нас есть, эта патриотическая, так сказать, идея, но она не в том ракурсе, в котором предложил президент. Как считает почетный профессор университета, казахстанцы действительно могут гордиться своей историей, национальными традициями и предками, которые оставили нам большое богатство, огромную территорию и культурное наследие. Все это мы должны беречь и любить, чтобы передать новому поколению нашей страны. Мы хотели бы, чтобы наша страна расцвела, чтобы мы вошли в число 30 развитых стран. Когда на душу населения в ВВП приходилось бы, допустим, 25-30 тысяч долларов на одного человека, чтобы мы хорошо жили, чтобы каждая семья не думала о своем повседневном, о каждом дне. Став ректором Карагандинского политехнического университета, Арстан Агазалиев сразу взялся за воспитательную работу. Нужно было искать новые эффективные методы и главное, чтобы в ее необходимость поверили преподаватели. Им удалось повести за собой коллектив. Основная идея – берите пример от человека, который сам себя сотворил, сам себя сделал. Он стал кем был и кем он стал. Берите пример и во всяком случае вы не будете плохими. Будете командирами производства, будете профессионалами, учеными, преподавателями, бизнесменами. Берите пример с Нурсултана Абишевича. На встрече с профессором Сулейменовым обсуждались вопросы новой концепции патриотического воспитания студенческой молодежи с учетом успешного опыта ранее существовавшей модели. Николай Кровецк, Ратар Шитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Сотрудники финансовой полиции стоят на страже законных интересов представителей малого и среднего бизнеса. Сегодня в Караганде был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и Палатой предпринимателей Карагандинской области. Глава государства в своем последнем послании народу Казахстана особое внимание уделил развитию малого и среднего бизнеса, который является главным рычагом нашей экономики. Одной из приоритетных задач органов финансовой полиции является защита законных интересов предпринимателей. Только в прошлом году сотрудниками Департамента было выявлено 12 фактов вмешательства в работу бизнесменов. Возбуждены уголовные дела в отношении семи должностных лиц. Уже с начала 2014 года были выявлены 19 нарушений. Совместно с предпринимателями региона организовываем круглые столы. Мною проводится прием предпринимателей по средам, где решаем все проблемные вопросы. Подписание данного меморандума предусматривает совместную работу финансовой полиции и региональной палаты нашей регионе. Реализация мероприятий, появление проблем, препятствия развитию бизнеса. Директор палаты предпринимателей области Эрмика Бильдин считает, что подписанный меморандум укрепит работу двух ведомств и защитит тех добросовестных бизнесменов, которые работают во благо государства и экономики нашей страны. К тому же будем проводить совместно с департаментом финансовой полиции аналитическую работу. То есть до этого уже мы предлагали. Департамент финансовой полиции это наше предложение поддержало в плане того, чтобы проводить в ВУЗах аналитические работы со студентами о пресечении коррупционных моментов. Николай Кровец, карат Рашидов, Бахтя, Роспанов, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Караганде модернизировали один из филиалов Казпочты, что по Нуркена Абдирова. Теперь проверенное веками средство связи имеет электронную очередь, терминалы и 24-часовое обслуживание. Амина Смакова продолжит. Сегодня на улице Нуркена Абдирова людно. На одной из главных улиц города модернизировали филиал Казпочты. Торжественно поздравил горожан с этим немаловажным событием, Акимгорода Миром Смогулов. С открытием нового, суперсовременного отделения Казпочты, которое будет радовать наших жителей и очень удобно как раз-таки для населения. Модернизированное здание теперь имеет качественное техническое обслуживание, современные компьютеры, электронная очередь, терминалы. Помимо этого, с сегодняшнего дня Казпочта работает 24 часа в сутки. Здесь есть отдельная зона самообслуживания круглосуточная, которая позволяет осуществлять платежи через терминалы, банкомат и получать посылки в будущем через постаматы. Это та зона обслуживания, которая будет работать 24 часа в сутки. Руководство Казпочты рада, а горожане и вовсе ликуют. Пенсионеры теперь могут не стоять подолгу в очереди, а просто воспользоваться удобными терминалами. Я желаю этой почте очень больших успехов. Ну и теперь дальше будем продолжать обслуживаться здесь. Пенсии получать, платить и все прочее. Уже сегодня несколько измененное отделение Казпочты начало свою работу. Только теперь, несмотря на множество людей, толкотни недовольных лиц и перебранок нет. Амина Смакова, Олжас Габасов, Бахтеор Аспанов, Первый Карагандинский. Амина Смакова, Олжас Габасов, Первый Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Войны не бывает большой или малой. Война – это всегда горе и потери. Об этом говорили ветераны на встрече воинов-интернационалистов в Октябрьском районе города Караганды. Память об Афганистане объединяет этих людей. После десятилетней войны 25 лет назад войска Советского Союза были выведены из Афганистана. Этой дате и были посвящены торжества в Майкудовском дворце культуры. Ветераны-афганцы, матери погибших в той войне, молодежь района собрались в зале. Сегодня у нас в Октябрьском районе проводится торжественное собрание, посвященное 25-летию вывода советских войск с Афганистана. А сегодня ветераны-афганцы не только вспоминают былое, но занимаются патриотическим воспитанием молодежи, ведут большую общественную работу. Прошедшие Кандагар не могут просто спокойно жить. Они и сегодня бойцы. Советы министров стран СНГ, участниц войны в Афганистане, к 25-летнему юбилею вывода советских войск учредили юбилейную медаль за боевые заслуги при выполнении интернационального долга. Этими медалями и были награждены воины-афганцы и грамотами, которые им вручил Аким Октябрьского района Караганды Ержан Тимирханов. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахия Роспанов, Первый Карагандинский. В прошлом году был лишь один факт, когда гражданин вышел из-под стражи под залог. В этом году уже зафиксировано 7 случаев. Один из них, когда гражданин, совершивший разбой, вышел под залог квартиры. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент. Карагандинцы, подозреваемые в совершении преступлений, не пользуются возможностью выйти из-под стражи под залог. К такому выводу пришли прокуроры. Они считают, что горожане либо не владеют информацией, либо у них нет просто финансовой возможности заплатить залог. Залог – это альтернатива аресту. Его может внести сам подозреваемый, либо любое физическое или юридическое лицо. В качестве залога могут выступать не только деньги, но и недвижимость, автотранспортные средства, ценные бумаги, драгоценные камни, золото, антиквариат, дорогие картины или любые другие предметы, представляющие культурную либо материальную ценность. Выйти под залог можно, если вы совершили преступление небольшой или средней тяжести. Размер залога не может быть меньше 100-кратного размера месячного расчетного показателя при совершении преступлений небольшой тяжести, 300-кратного размера месячного расчетного показателя при обвинении в совершении преступлений неумышленных средней тяжести и 500-кратного размера месячного расчетного показателя при совершении преступлений средней тяжести, умышленных преступлений. Если гражданин освободился под залог, он не имеет права выезжать из города, в котором живет. Залог впоследствии возвращается, если, конечно, подозреваемый не нарушил условий. В выходе под залог могут отказать, если человек ранее судим, плохо характеризуется по месту жительства или состоит на учете в наркологии, психиатрии. Специалиста-контролера АК-159-22 обвиняют в мошенничестве. Сотрудник исправительного учреждения подозревается в том, что неоднократно требовал от одного из осужденных деньги в размере 50 тысяч тенге. Деньги специалиста АК-159-22 требовал с осужденного, чтобы перейти из одиночной камеры в общее расположение учреждения. Хотя, по словам сотрудника Департамента финансовой полиции Карагандинской области, это не входило в его функциональные обязанности. Под этим предлогом подозреваемый 8 января текущего года обманным путем завладел денежными средствами супруги осужденного в сумме 50 тысяч тенге. Данные денежные средства были перечислены супругой осужденного на карточный счет, принадлежавший бывшей однокласснице подозреваемого, а затем и на карточный счет его соседа. Деньги подозреваемый присвоил, но воспользоваться ими так и не успел. Николай Кровецк, Рат Рашитов, Бахтя Роспанов, Первый Карагандинский. Суета вокруг рынка Горняк вероятнее всего подходит к своему финалу. До сих пор целый букет всевозможных нарушений фиксировались на этой территории. Терпению администрации Октябрьского района пришел конец. Иметь среди многоэтажек крупного областного центра подобные хибары и называть это рынком просто неприлично. Мусорные баки переполнены и редко вывозятся. Крытые павильоны не оборудованы горячей водой, да и холодное замерзло в трубах. Вода для нужд заводится во флягах. Холодно, мусорно и сплошная антисанитария. По этим вопросам нами подготовлено заявление суд, экономический суд о пересанавливании деятельности данного рынка. Мы ждем решения суда. Быть или не быть, теперь все зависит от решения экономического суда. Сергей Вызакосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В Пришахтинске построят новую мечеть. Уже в марте этого года начнутся строительные работы. На ее воздвижение городской акимат выделил один гектар земли. Подробности в следующем сюжете. Для строительства данной мечети остается только собрать нужную сумму. Это 1 миллион долларов США. Сейчас специально созданный фонд АСЛРГ занимается организацией сбора денег. Крупные предприниматели уже оказывают финансовую помощь. Проектно-сметная документация уже готова. Остается внести некоторые изменения. В новой мечети появится столовая, комната для чтения молитвы. Словом, верующие не будут нуждаться ни в чем, заверил исполнительный директор фонда АСЛРГ Эльнар Исатай. Отрадно, что для строительства мечети оказывается огромная поддержка со стороны предпринимателей. И жители Пришахтинского района будут очень рады открытию мечети. Жильцы Пришахтинска говорят, что появление новой мечети будет для них большой радостью. Мы очень рады. Нашему району нужна хорошая мечеть. Чтобы прочитать молитву, теперь людям не надо будет ездить в мечеть на юго-востоке. Мечеть – это дом Аллаха. Если скоро построят, мы будем только рады. Со слов специалистов, строительство начнется в марте этого года. Пока же решаются вопросы документации. Кроме того, в планах представителей духовенства провести геологическое исследование земли, на которой уже в конце 2015 года возведется новая мечеть. К слову, некоторые карагандинские подрядчики уже готовы оказать поддержку. Карагандинские спасатели отправились в спортзалы. Сегодня они борются не с огнем и стихией, а с мечом и шахматами. Состоялось открытие шестой зимней спартакиады сотрудников ЧС Республики. Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана большое внимание уделяет физической подготовке спасателей. Все подробности далее. Шестая зимняя спартакиада будет длиться два дня по четырем видам спорта. Лыжный кросс, волейбол, настольный теннис и шахматы. Признами служат кубок первенства, медали и грамоты. Спартакиада уже стала неотъемлемой частью жизни честников. Ведь кому, как не им, важно иметь хорошую спортивную подготовку. Наши спасатели должны быть физически подготовлены, готовы к серьезным нагрузкам. Работать и в тяжелых условиях, и в условиях низких температур, высоких температур. Поэтому, естественно, что спорт у нас идет на первом месте. После торжественного прослушивания гимна участники тут же приступили к первому туру соревнований, к волейболу. Разгоряченные спасатели бросали мяч через сетку не хуже профессионалов. После волейбола участники взялись за интеллектуальную игру в шахматы. А Нуарс Адвокасов, участник спартакиады из Астаны, намерен получить приз. Ведь у него уже есть грамоты за игру в шахматы. Кстати, в последнее время шахматы стали приобретать популярность в Казахстане. В стране на подъеме шахматы. Вообще хороший вид спорта, конечно, развивает интеллект, ум и так далее. Шахматы, волейбол уже прошли. Завтра идет черед настольного тенниса и лыжного кросса. Будем болеть за наших. К слову, у них шансы на выигрыш довольно велики. Уже не раз Карагандинская область показывала себя с лучшей стороны. Амина Смакова, Кайрат Ражитов, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандин. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Это были все новости на сегодня. Сегодня, если у вас есть интересная информация, звоните к нам по телефону 420649. До встречи в эфире. Приятных вам выходных. Аман Сау Болгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова